Лена Александровна, я благодарю вас, потому что вы ко мне привезли знаменитого гостя. А пользуясь таким случаем, мне хотелось бы сказать, что ладно, европейцы, но мы тоже что-то можем. И такое получилось, как бы, интересное знакомство. Можем подойти поближе, а то будет плохо слышно. Ну давайте мы представим... Я хочу вам представить его всем, потому что вы-то его знаете досконально. Я хочу вам представить Михаила Александрович Лепешкин, автор сказок «Бурого медведя», член Российского союза писателей. У нас в гостях в Красном хуторе... Чего не может быть никогда. Почему нет? Он здесь уже второй раз. Уже второй раз здесь. Нет, он второй, а... и всё. Ладно. Итак, я железо объявляю, что это для нас большая честь, но я должен показать, что в Сибири тоже что-то есть. Например, мы по некоторым показателям впереди планеты всей, я собрался угощать гостя. Ну давайте вначале так вот, покажите вот это вот. Это я как бы извиняюсь о том, что... Ну, по времени не совпало. Супер-плоды, да? Когда они созреют. И вдруг окажется, что они... Почему я называю Ника-2? Потому что есть Ника-1. А есть улучшая Ника. Вот она. И я... Если ещё раз приедете, я угощу уже тем, чего нет и не может быть вообще в Сибири. Один пример. Сюда вот так посмотреть, да? Подумаешь, Серафим, для нас они уже 30-40 лет здесь есть. Вот это нормально. И это дерево, вчера из-под него собрали плоды, которые упали, а оно было гуще. А вот там он, вот там он у меня. Белая венгерка, которой не может быть никогда. Как она стала белой? Внедрил гены белых слив. Вот. И просто я... Ну, пойдёмте ещё покажем что-нибудь из вас. Пойдём сюда. А потом пойдём по кругу, по саду. То есть, вот ещё одно дерево, да? Это бывший академик. Это засуха. Они в этом году мелкие. Мелкие, так? Ну, примерно раза в полтора-два месяца своей нормы. Вот. Их вес достигал 120 грамм. Это, так сказать, предельные возможности. Калининград, высылая черенки бая, уже 130 грамм на всём дереве. Не один плод, а все 130 граммовые. Вот такие примеры. Теперь насчёт редкостей. Пойдёмте по кругу. Это мы только начали, потому что просто под руку подвернулось. А потом дойдёт до угощения. Пойдёмте. Да, и черепси угостим. Брянская розовая-то только поспела. Вот. Ещё не шпили толком ободрать. Пойдёмте по кругу. Ну, в самом принципе, я всегда люблю сводить ещё к лекциям. Отапливаемый дом, допустим, у вас. И с севера забор. Пожалуйста, персик неукровной. Идём дальше. Да, персик бывает. Да, бывает. Иди сюда. Я покажу тебе дерево. Там и северные, там и морозойки в мире персик. Вот. Она подтвердит. На 8 в среднем градусах морозойкость выше, чем во всех справочниках. Давай покажем персик. Чтобы не путаться. Волочная вишня. В этом году мелкая. Не угощаю. Сахару не набрало. Засуха дикая. А у меня же принцип и помогать. Вот это вот, смотрите. Самый северный, самый морозойкий в мире персик-карсанский. Вот. Видите? И там пару ягодок с той стороны только. А, во-во-во. Он уже на ветру. Видите? Выше ограды. Вот-вот. Вот он, вот он, красавчик. Вот он уже на ветру. Так. Поспеет не скоро. Это чистый хасанский. Есть улучшенный хасанский. Ну, это целое, это, лекция надо читать. Вот. Ну, рядом растет, как маньчжурский абрикос. А это не улучшенный. Я к нему не подходил с секатором. Я улучшаюсь сасчет прививки. По методу Мичурина называется насыщение ментом. Вот. Давайте посмотрим, что же насыщает хасанский хасанский. Вот. Он весь посажен моими руками. Видите? Вот этот хасанский. Вот. А тут уже дети играют. Теперь. Идем там, то есть куда-то. Эти абрикосы уже культурные. Ну, в этом году мёг я ничего не могу поделать. В общем, что королевский. Он справочником 60, 50, 60 грамм. У меня, если выражаю, поменьше достигал 90 грамм. Фотографии, еще доказательства. Ну, сотни фильмов здесь же собрал. Сотни. И, получается, в этом году не могу похвастаться. Да, я угостить не могу. Он в тени. Поэтому отстал. Вот. Вишня, в которой внедрены гены черешни. Потом. Ну, сейчас вы можете сказать, что кисловато. Но это в этом году все вишни кислые. И даже самые роскошные. Попробуйте. Ну, хотя бы проглотить сможете, Павел. Вишня с генами черешни. Проглотили? Можно съесть хотя бы и качество. Ну, я бы не сказал, что она кислая. Спасибо. Спасибо за комплимент. И что дальше? Вы мне подняли настроение. Здесь тоже, как и там, погибли несколько прививок. А давайте пробовать ее. Давайте, давайте. Слаще. О, правильно вы сказали. Вот. Кстати, вот такие деревья, вот такие деревья, я их уничтожаю собственными руками. Я беру на прививку ветки и отсюда короткая жизнь. Это горькая правда. Здесь я перебрал, перестарался. Обычно я беру там 10-20 веток и деревья продолжают плодоносить. Вот как этот абрикос или вот этот абрикос. Вот. Из-за большого урожая и созревание задерживается. Вот. И не могу похвастаться со 100-граммовым плодами. Идем дальше. Сейчас начинается шарик. Еще чудеснее и чудеснее. Вот. Вы сказочные, да? Да. Вот. А я как тут в кинокомедии. Мы вам сказку сделаем были. Вот мы и сделали. Значит, настоящая черешня. К сожалению, ладно бы я, птицы все сожрали. Я потом здесь косточку собирал, то, что они выплевали. Вот так. А видишь, вот эта черешня, да? Это не роскошь. Это с Волги мне прислали черенок. Покойный Сверин, один из водовищных садоводов. Ну, к сожалению, среди нас, любителей, не науки. Вот. Что очень обидно. Очень. Вот. И получается такая картина. Черешня, вентов, дает возможность улучшить дикую вишню. Смотрите. В какой-то степени. Видите? Потому что настоящая дикая вишня. Вы одной ягодки не проглотите. Идем дальше. Ну и размер увеличивается. Да, увеличится размер. Ну, у меня есть получше. Это просто мы идем, чтобы пудрку попалась. Показываю, да? Кое-что пропускаем. Вишня, которая называется... Вот. Ну, я ее для себя называю вишня Дед. Из Дедовского сада, Хельсовская область, Береставский район. Она вымахала до таких размеров, рухнула. Не выдержала. Посмотрите, сколько на ней плодов. А бывало и в пять раз больше, просто год такой. Вот. Давайте ее попробуем. Она должна быть... Ну, и соку не хватает. Попробуйте сами. Вот, дотяните. Дай вот. Она рухнула. Но замена уже растет. Как и недавно было. Это Украина. Можно кушать? Да, да. Есть горчинка немножко. Вот такая приятная. Кисло-сладкая вот такая вот чуть-чуть горчинка. Знаете, когда она у меня росла, падала. Птицы наклели. В самый последний момент, перезимая, становился на колени. Она была перезвязана. И где-то чуть-чуть даже бродила. Мне рассказывали, на улице кисы пьяные падали. С Новосада. Отлетали. Но я сам не видел. Жали. Я бы так... Это бы попало на фильмы, фотографии бы попало. Рассказывают. Пьяные птицы. Идет, идет и падает. А у меня с этой стороны, с той стороны вишней. Видели? Там еще больше, чем тут. Вот. Вот такой азис. А они лежали-лежали. Один год я не выдержал. Встал на колени. Для меня такой жор нашел. А они, видимо, внутри уже немножечко с глюкозой. Просто с глюкозой. Перебродившая глюкоза. Немножко. И я их, вот как вспоминаю, полчаса. Жрал, жрал, жрал. Я не мог остановиться. Потом дошло. Там алкоголь уже был. Понимаете? А я-то не алкоголь. И вдруг... Ну, я рассказываю. Вот понимаете, вот это и есть мои рассказы. Я не стесняюсь показать по этому, по Яндексу. Идем дальше. Натуральный продукт. Да, да, да. Натуральный продукт. Ни химия какая. Да. Вот это одна сенсация. Вот. Я вас там буду черешнями угощать. Но самые лучшие черешни, крупные отборные ягоды, это черешня Боднара. Вот. Царство его небесное. Одна из сенсаций, я считаю, мировая. Почему? Севернее этого. Я имею в виду, севернее не по географической широте, а севернее по климатическим зонам. Вот. Самое северное в мире. Почему? Совершил подвиг Боднар Борисович. А я их поместил на сибирские ссамбовы вишки, в которые минус 50 выдерживают. Получился такой симбиоз. Мои чуть-чуть мягче, но все равно, ну вот как эти ногти. Ну крупнее то, что пробовали. Вот. И чисто сладкие. Вот вместе я и Боднар, это два сапога, мы совершили чудо. И вот одно из чудес. Идем дальше. Когда-то я рассказываю, ну вы понимаете, не только для вас. Кстати, этот, как он, университет в Сибирске, два профессора попросили разрешения приехать через несколько дней. Вот. Буду так же водить по саду и показывать. Ну чего-то уже не будет. Так же. Жаль. Когда-то остатки 30. Пять лет исполнилось. Все. Старик глубокий. Остатки. А на Молдовое дерево я внедрил гены опять черешни. Черешня через два года погибла. А плоды были в два раза крупнее. А фотографии есть. И слаще были. То есть этот путь, а мы же вчера были у этого самого, Иоанна Александровна, у пианиста. Да. А он умудрился черешню тоже в золотые руки. Привил именно на кустарник. Это же кустарник, как вишня. Вот. Видели черешню? Да. Пробовали? Вот это я понимаю, настоящее это искусство. Уже искусство. Вот. Вишня черешня. Смотрите, черешня. Вишня. Верхняя черешня. Вишня, вишня. Ну, уже пробовать не будем. Вот. Идем дальше. Супер дерево. Турсун Поладускабил, уважаемый мной и Елена Александровна человек, сказал, что это рекордсмен сибирский. Он знает все. Он был не сотен садов. Нет, таких сотен. Тысячек. Вот. Вот это самое дерево рекордсмен. Начало сыпаться. Так. Основоположник, новый основоположник всего российского абрикосового садоводства. Уж если та самая дама ботанического сада московская, когда-то сказала, переходим на... Ну, все-таки, додавил я ее. Переходим на банджурские абрикосы. И получился вот такой результат. Значит, уже в сотнях садов, как подвой используется, и вырастает вот то, что... Ну, мы еще подойдем. Ну, давайте так. Ну, расскажите тогда, чем этот подвой отличается. Это чистый манджурец из косточки. Посажен был почти 37 лет назад. Ну, примерно ему было два года. Ну, ему скоро 40. Отличается от всех тем, что он, как сказать, не был испорчен на момент посадки. Он всегда был невкусный, с горчинкой. Так, с него взято сотни ведер. Рекорда было два. У молодого дерева 30 ведер было. А потом мы не успели зафиксировать рекорд. У него супруг вот этот. Ну, я об этом рассказывал. Вот задала вопрос. Или вынужден отключать? Тайминг 14 минут уже. Да, надо быстрее. Вот это его супруг. У него объем кромы был в три раза меньше. А с него моя соседка, девочка, собрала 15 ведер. Я тогда прикинул, это новый рекорд должен был, порядка 40-50. Потому что на том было 15. А он в три раза меньше. Вот получается, что явный рекордсмен, но только не зафиксирован. Давайте тогда быстрее пойдем. Еще до культурных ведер забрали. Этот феномен, он тоже расходится по стране. Потому что он заморозить невозможно. Это уже чудеса. Самый лучший маньчжорец. Вот он. Самый лучший маньчжорец. Он дал тогда плоды 40 грамм. Ну-ка, внимание. У него... У него вот... Там следы прививки. На нем был культурный привит и умер. А он взял, этот же ментором, укрупнил все. Вот он. Вот это за счет ментора... За счет ментора... Эх, разбился. А, это. Уже залезли в него. А они прямо на дерево залазят. Почему? Здесь уже идет брожение. Уже. Вот. Это значит, что маньчжорец набрался сахара в несколько раз больше нормы. Вот. Укрупнился до 30 грамм. Ну, давайте велисти. Сейчас, секунду, я тут же махал. Давайте я на паузу поставлю пока. Давай, давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok